МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если дети своими ручонками собирали детали, старались и получали колоссальное удовольствие, то сегодня время диктует новые тренды. Мир захватывает современные технологии, отсюда и детские интересы становятся другими. А чтобы их поддерживать, в Пятигорске в том числе открываются инновационные школы. Так, накануне 4 июня открылась летняя техническая школа при Центре молодежного инновационного творчества «Хай-Тек Импульс». И сегодня у нас в гостях педагоги и наставники этого нового учебного заведения. Здравствуйте! Здравствуйте! Представлю. У нас в гостях Нордгеймер Юрий Рудольфович, педагог-наставник по работе ЦМИТа «Хай-Тек Импульс». И Абитов Мурат Рашидович, студент кафедры дизайна Института сервиса туризма и дизайна филиала СКФУ в городе Пятигорске, а также преподаватель курса «Креативная эстетика» от ЦМИТа «Хай-Тек Импульс». Здравствуйте! Ну, прежде чем мы начнем с вами, я надеюсь, наш увлекательнейший диалог, я напоминаю нашим телезрителям, что в прямом эфире у нас работает номер телефона 8-8-6-5-2-33-30-20. Звонок абсолютно бесплатный. Вы можете звонить и задавать любые интересующие вас по теме вопросы. Но если вы вдруг по какой-то причине не сможете нам дозвониться, то пишите в наши мессенджеры. Это WhatsApp и Viber, номер телефона вы видите на своих экранах. Ну, тариф, конечно, определяет, сколько будет стоить отправка сообщения сюда к нам. Мы на связи ответим на все интересующие вас вопросы, точно так же, как и позвонив нам. Ну что, начнем. Школа открылась 4 июня. Не так давно, прошло практически две недели, но, тем не менее, уже, я так понимаю, все запущенное, все работает в полную силу. Правильно? Да. Конечно, первый вопрос. Откуда вообще появилась идея открыть такую школу в Пятигорске? Обычно, как бы, да, всем известные такие учебные заведения работают в Ставрополе. Ну, все-таки, наверное, учебные заведения-то слишком громко сказано. Мы действительно сотрудничаем с несколькими школами. Вообще, у нас регион охватываем, мы все каркасские минеральные воды, поэтому есть контакт, есть общение, но как образовательная организация, все-таки, скорее так, мы досуговый центр, который оказывает вот такие услуги детям, то есть помогает им увидеть профессии будущего и что-то в этих профессиях попробовать. Вот так. То есть будущее сегодня, уже можно так сказать, уже и на базе Пятигорска в том числе. Так, кто же вообще предложил открыть такую школу в столице СКФО? И как давно вообще появилась такая идея? Дело в том, что наш центр, созданный при поддержке Министерства экономического развития, он уже три года функционирует. Ну, сам ЦМИТ. Да, ЦМИТ. И все эти годы я посещал различные федеральные центры и проводил, участвовал в летних сменах. И предложил нашему директору Анне Владимировне, давайте мы тоже проведем такой, то есть у меня был определенный опыт проведения таких смен летних. И возникла мысль, почему спустя уже три года, имея какие-то наработки, имея представление о том, что может быть интересно детям. Тем более наш центр, он оригинальный, он отличается от многих центров по России. И биокибернетика, которую вы так замечательно произносите, первые три года очень тяжело выговаривались. И на федеральном уровне, я вас уверяю, потому что мы проводили такие соревнования, в федеральном центре смена, это побережье Черного моря. И там это вызывало сложности определенные, особенно первые годы. Потому что, наверное, слово знакомое, да и направление, не знакомое, точнее, направление тоже, в принципе, еще не изведано. Да, совершенно верно. Ну, возникло это направление, оно, на самом деле, довольно такое интересное, как альтернатива традиционному кибернетическому. Вот у вас прошел недавно сюжет о том, что казаки говорят, не надо детям компьютеры, надо их шашка на голову. Ну, конечно, это же казаки. Они за традиционную классику. Мы абсолютно с ними согласны, давайте не будем за клавиатурой и мышкой, давайте дадим детям возможность создать виртуального двойника, там аватара. И там уже сражаться и теми же шашками, и всеми другими инструментами. Это совсем другой мир, кибернетический мир. Дело в том, что удары физические такие же. В принципе, те же самые, можно и серьезно пораниться. Ну, я думаю, что о направлениях школы мы сейчас поговорим немного позже, все-таки вернемся к ее истокам. Три года существовала такая идея, да, я так понимаю, и работал успешно сам ЦМИД. Но это первый опыт открытия летнего такого лагеря, да, досугового, на территории Пятигорска. Вот уже полторы недели вообще как обстановка. Много ли детей пришло к вам заниматься, изучать новые миры даже, я бы так сказала? Ну, у нас молодой энергичный педагог Мурат Абитов, он конкретно занимается с детьми. Может быть, он несколько слов по этому поводу скажет? Конечно скажет, да, Мурат? Да, конечно скажу. Ну, в целом, должен сказать, что заинтересованность у детей и у родителей есть очень большая. И всего за две недели, что у нас уже проходил летний лагерь, у нас проходят в нем уже больше ста детей определенные занятия по разным направлениям. А на сколько же вообще рассчитан лагерь? Есть же какие-то ограничения, он же не всеобъемлющий. Есть какие-то, да, ограничения? Нет, смотрите, это определенная группа детей, мы работаем с ними не со всеми сразу, а разделяем на отряды и подгруппы. И с каждой работаем отдельно. И каждую вот эту группу мы разделяем на пять человек, и каждая занимается конкретным делом, конкретной компетенцией. И так мы уже выявляем их интересы и предрасположенность. Но это составлялась целая, я так понимаю, программа обучения деток в летних месяцах. Да, изначально мы позиционируемся как центр, который продвигает пять компетенций. Это, как уже вы назвали, 3D-дизайн, 3D-конструирование, программирование. Но я бы шире здесь говорил, говорил бы о робототехнике как самостоятельном направлении, которое включает в том числе и программирование. И биокибернетический спорт. То есть вот четыре таких ключевых направления, которые активно пропагандируются нашим центром. И соответственно все эти четыре направления, как хорошо проработанные, легли в основу программы. То есть эта программа была разработана, согласована на недавней конференции, проходила международная конференция в Армавире. Я представил эту программу на этой конференции, вызвал эта программа. «Живой отклик» нас пригласили в федеральную инновационную площадку. То есть мы сегодня себя позиционируем уже не только как центр города Пятигорска, северокавказской столицы, но и как базовое учреждение федеральной инновационной площадки. И соответственно программа уже опробирована, получила положительный отзыв со стороны педагогического сообщества Юга России. Эта программа была придумана у нас? Да. На Ставрополь. Вами? Да. Скажите, вот вы вначале сказали о том, что вы ездили в большие города, смотрели на подобные центры, лагеря, возможно это школы какие-то. Что есть у нас того, чего нет там? И какой пример мы взяли оттуда и привезли сюда? Ну, более подробно я бы хотел остановиться на подмосковной школе. Там я уже шестой год провожу такую же смену. И хочу обратить внимание, что, ну например, наше пневмогидравлическое ракетостроение там вызвало фурор. То есть наши ракеты, которые полетели, они вызвали там настоящий шок и восторг. А вы ракеты тоже здесь запускаете? Да. Ну сейчас вот на этой сети у нас там определенные ограничения. Росатом должен задуматься, мне кажется, сейчас. Скорее ракетчикам это будет интересно и военным, кто занимается обучением стрельбе из минометов. Ну как бы мы по природе, по физике той. Да, и продолжим обучение. И, соответственно, в этих сменах мы увидели, что детям интересен не только сам предмет, но и психологическая начинка. И здесь появилась вот эта идея о том, что надо совмещать, чтобы ребенок в досуге не только сидел за компьютером, или только был погружен там в роботов, а чередовал вот эту деятельность, активность. Соответственно, у нас, условно говоря, там 40 минут они занимаются одним делом. Допустим, там погружается мир компьютерных технологий. Потом они становятся вот этот самый тренажер биокибернетический, берут в руки световые мечи и физически нагружаются. Так, как я вам скажу, у меня там несколько из таких особенно талантливых, активных детей. Ну через 5 минут они становятся шелковыми в том смысле, что они разряжаются. Забывают обо всем. Ну, по крайней мере, они физически. Уходят в другой мир, в другое измерение. Они физически выкладываются, им уже хорошо, и они уже спокойно дальше воспринимают информацию и работают. Какие у вас сейчас самые маленькие учащиеся и самые взрослые? Какой возрастной тент? Ну, с тензом мы никакого не вводили. Он сам, естественно, сложился. Это начальная школа, это первые, четвертые классы. Есть, конечно, дети постарше. Это, так сказать, аудитория Мурата. Он с ними занимается не только художественной лепкой и 3D-ручками. Ну вот, как бы лучше ему предложить, рассказать, чем он занимается своими детьми и науке. Мы сейчас узнаем у Мурата, чем он обязательно занимается своими детьми. У меня сейчас еще один вопрос. Я думаю, после него мы уйдем на короткую рекламу. По поводу все-таки составления программы. Все-таки эта программа досуговая. Эта программа направлена на то, чтобы увлечь детей, завлечь их и дать им возможность и толчок развиваться дальше в этих же направлениях. Вот в чем были самые большие сложности в создании подобной программы. Естественно, да, там и сравнивая с другими школами подобными, что-то внедряя свое. Вот как появилось это уникальное направление у нас здесь? Дело в том, что когда возник вопрос, а как у нас эта школа пойдет, и как, ну, все-таки Москва и Краснодарский край немножко отличаются от Ставропольского края и от Пятигорска. Была сделана такая как бы-то вылазка. Мы пошли в школы. Мы поговорили с директорами, мы поговорили с педагогами, которые организаторы этих летних школ. Мы спросили, вот, как знаете это раньше, выкладывали перед ними товар. Мы выложили перед ними направление, которое мы можем предложить. Мы положили перед ними те виды деятельности, которыми мы занимаемся в течение учебного года. Сказали, смотрите, что может заинтересовать ваш контингент. Они говорят, ну вот это, вот это, а мы уточняем, а ваш возрастной контингент, то есть с кем мы будем работать. И вот тогда из вот этого, так сказать, взаимодействия сложилось вот этот тандем. И получилось то, что получилось. И количество детей, как вы уже услышали, и качество, что дети... Соответствует, собственно, тому, что было задумано, я так понимаю. Да. Ну что ж, я думаю, мы с вами продолжим. После короткой рекламы вернемся буквально через пару минут и поговорим о будущем, которое наступает уже прямо сейчас. Возвращаемся в студию прямого эфира на своем ТВ. Я напоминаю, что главной темой нашего выпуска сегодня стали технологии. Инновационные технологии открытия технической летней школы в Пятигорске при Центре молодежного инновационного творчества. Я напоминаю вам, дорогие телезрители, что вы можете звонить прямо сюда, к нам в прямой эфир по номеру 330220. Мы ждем ваших звонков. Вы можете задать все интересующие вас вопросы, и мы на них с нашими спикерами ответим. А также вы можете писать в наши мессенджеры WhatsApp и Viber. Согласно вашим тарифам будет взиматься плата за ваши сообщения номер 8-928-222-66-26. Мы ждем ваших сообщений. Ну а мы продолжаем. Вот мы в начале выпуска сказали о страшных словах. Кибернетика. Программирование не такое страшное слово, конечно. Конструирование. 3D, я так понимаю, прототипирование тоже входит в эти понятия. Давайте о каждом из пяти направлений вашей школы поговорим подробно. Что это такое? И вообще, что из себя представляет? Чем дети занимаются, приходя к вам в школу? В 2013 году я выезжал в федеральный центр смена, и там была апробация, прошла это. То есть было предложено детям поучаствовать в соревнованиях. Мы тогда это назвали биокибернетическое пятиборье. То есть 5 направлений физической активности детей с помощью компьютерных игровых тренажеров с полной физической нагрузкой. Вот, собственно говоря, суть этого термина. Почему именно биокибернетическое, почему именно пятиборье? Потому что практика показала, что если ребенок занимается компьютерными приставками дома, это, во-первых, не контролируется по времени, во-вторых, не контролируется с точки зрения нагрузки, в-третьих, идет быстрое присыщение, и ребенок теряет через какое-то время, очень короткий период, как показала практика, интерес к этому виду деятельности. Мы же, добавив в это пятиборье еще правила соревнования, у нас каждая смена заканчивается проведением соревнований. С наградами, с медальками, все как полагается. Что, так скажем, придает вкус их. Безусловно. То есть дети не просто, допустим, у нас одна из номинаций, это управление вождением. Не просто он крутит роль и несет как сумасшедший, как сейчас показывали по телевизору, когда разбивается тело. А он учится получать удовольствие, находясь за рулем, управлять транспортным средством, при этом контролируясь своего пульс. Ему нужно научиться себя контролировать. Понимаете? То есть в тренажере руль учится не вождение, а учится контролировать свое состояние. Но это то, как бы, изюминка, суть этой идеи. То же самое можно говорить о других тренажерах. Например, тренажер баланс-борд, когда ребенок учится правильно стоять, то есть осанку формируем. Сейчас вот кого-нибудь спросили, все скажут, да, это очень актуально. Сколько проблем по сколиозу, сколько проблем с неправильной осанкой. Следующее направление – это так называемое дыхание. Вот у нас кибернетический дуйбол. Вообще у нас в Пятигорске тем славен. Это мы родоначальники вот этого дуйбола направления. А датчик Николай Борисович когда-то в своей комсомольской юности придумал это направление. А мы его активно развиваем. То есть ребенок не просто надувает шарики. Он в игровой ситуации тренирует свою легочную систему. Спросите любого медика, он скажет. Это архиважно. Для этого возраста, для этой ситуации очень важно поставить ребенку дыхание, поставить осанку. Научить контролировать себя. И не просто это слова. Реальный пример. Ребенок, прошедший у нас вот это вот обучение, вышел. Начал разволноваться, вышел выступать. Разволновался, потом выполнил то упражнение, которое мы ему рекомендовали. Успокоился и дальше выступал уже, так сказать. И все наблюдали. Понимаете? Мы все это видели своими глазами. Это очень вдохновляет на дальнейшие действия. Биокибернетика. Это была все-таки биокибернетика. Мурат, может быть, вы расскажете нам про другие направления, в том числе, которые преподаете вы? Да, я преподаю такие направления, как 3D-моделирование и прототипирование. И конструирование тоже, в том числе. Давайте вот эти вот слова сложные, которые мы понимаем, некоторые телезрители, и это абсолютно нормально, может быть, не понимают, прототипирование. 3D-прототипирование, где-то они вот, все остальное с этим связано. Поясни, что это вообще-то. Да, начнем с прототипирования. Основная суть его — это в создании виртуальной 3D-модели, которую мы затем готовим для печати на 3D-принтере. И создаем из определенного пластика уже этот материальный объект. В специальном принтере? Да. Тут он уже перекликается и с конструированием, потому что любую деталь, которую мы распечатываем, она имеет определенные технические условия и характеристики, и должна им соответствовать. И вот поэтому мы готовим эту деталь, создаем и используем в необходимом нам механизме. То есть это могут быть любые абсолютно сферы, где можно использовать такие детали, модели и так далее, правильно? В принципе, да. В принципе, да. То есть дети придумывают, разрабатывают, чертят, а потом... Да, они могут спокойно разработать даже своего собственного робота и с помощью других ребят из других смежных направлений электроники и программирования запрограммировать его, насытить его... Оживить. Оживить, да. И он будет работать. Но робототехника тоже ведь входит в спектр и перечень ваших предметов. Да, направлений. Ну, начиная, поскольку это начальная школа, начинаем мы с лего, веда, традиционной, так сказать. Но потом переключаемся. У нас есть своя, опять же, своя наработка. И железо. И железо, и пластика у нас свой. И детали мы печатаем уже сами. Ну, на прошлом, прошлое, так сказать, выступление у вас на телевидении мы рассказывали о нашем, так сказать, выпускнике Мурат и Георгий. Это наши выпускники. То есть они сами постигли основы этих профессий и теперь учат детей. То есть у нас такая вот преемственность в поколении. Студенты осваивают сами, потом передают это освоенные навыки младшему поколению. Вот он является со-разработчиком, кстати, вошел в авторский коллектив запатентованного нами полезной модели. То есть сейчас мы работаем над изобретением, но полезную модель. То есть у нас студент второго курса уже имеет авторское свидетельство. Даже так. Даже так. Серьезно. Шагайте действительно уверенно вперед в будущее. У нас появился вопрос от наших телезрителей. И, пожалуй, это очень важный вопрос, который я, конечно, хотела задать в конце, но тем не менее. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, занятия в такой школе платные или бесплатные? И откроется ли такая школа в Ставрополе? Ну, про Ставрополь, наверное, лучше спросить у ставропольчан. Да. А что касается платной, если не платной, отвечу так. Мы работаем со школами. То есть мы договорились, школа к нам приводит детей, и мы с этими детьми работаем. То есть схема такая. Все вопросы, которые организационно-финансовые решает сама школа. Ну, то есть, я так понимаю, летние лагеря школьные? Совершенно верно. А это ключевое сейчас направление, которое, собственно говоря, основной дает, так сказать, к нам приток детей, которые с нами работают. Поэтому, ну, скорее вопрос в летнюю школу. То есть я так понимаю, что людям, родителям детей нужно просто обращаться в школьные лагеря, в которые вы отдаете своих деток. И уже там они будут передавать детей на досуговое времяпрепровождение к вам. А вот тоже важный вопрос. Я думаю, тоже нашим зрителям, особенно тем, кто задал этот вопрос, интересно. Время, которое у вас занимаются дети, это весь день или это почасовые какие-то уроки? У каждой летней школы при школьных лагерях есть расписание. Вот в апреле они это расписание согласовывали с нами, то есть мы выбирали общие, приемлемые для нас и для них дней. И таким образом было сформировано расписание нашей летней технической школы. Других вариантов мне трудно представить, потому что они под нас не могут подстроиться, ни мы под них. Поэтому мы искали с точки соприкосновения. И вот это занятия разовые, ну в смысле как, 40 минут у нас одно занятие идет. Академический час. Академический час, да, для начальной школы. И соответственно от 5 до 10 занятий получается вот в одном направлении, когда мы даем возможность ребенку почувствовать. Попробовать, так сказать. Да, почувствовать, не только попробовать, но почувствовать. То есть мое не мое. Вот у нас дети пришли к Мурату, сели за стол, взяли три ручки. И он как дизайнер смотрит на них, а они смотрят на продукт. И что у них получается? То же самое и по робототехнике. Кто-то пришел с первого занятия и до окончания занимается на одном направлении, кто-то пробует одно, потом второе. То есть у нас есть выбор. И мы считаем, что это правильно, чтобы дать детям возможность попробовать разные виды детства. Мурат, вам нравится заниматься с детьми? Конечно. Это, должен сказать, очень даже интересное, хотя и непростое занятие. Ну да, они сложные и все индивидуальные. Как удается найти подход? Да еще и в такой сфере. Это же не русский язык, не математика, хотя это тоже сложные вещи. Но тем не менее. Как в их умы внедрить вот такое масштабное, нечто неизведанное? Ну, знаете, я всегда был сторонником такой позиции, что все, что изучает человек, он изучает своим собственным интересом. И к детям, я считаю, необходим тот же подход. Что нужно заинтересовать ребенка. И дальше уже только его направлять. Потому что если ребенок увлечется, он вперед паровоза убежит. То есть есть такие, которые шустренько перепрыгивают и уже в юном возрасте разрабатывают что-то уникальное. Ведь есть такие ребята, которые уже в 7 лет придумывают что-то невероятное, что даже бы взрослые, наверное, не придумали. У вас наверняка есть такие, да, алмазы неограненные еще пока что. Ну да, есть уже ребята, у которых есть свои идеи, и они подают определенные надежды. Ну, мы будем с ними работать и развивать эти проекты. А в вашу школу есть возможность приехать не с любого города Кавказских Минеральных Водов, с Таврополя, с других районов? Вы открыты для них? Ну, с Таврополя, да, вряд ли. А Кавказские Минеральные Воды, да, у нас присутствуют. То есть у нас практически из каждого города 20 человек есть, да. То есть мы выбираем для них, удобный для них, так сказать, режим работы. Поэтому нет, вот территориально нет, мы не ограничимся городом Пятигорском. Хотел бы отметить по поводу юных дарований. У нас есть два таких уникальных случая, когда дети участвовали в творческих коллективах. В частности, наш конструктор, который мы активно продвигаем, там принимал участие ребенок с 7 лет. То есть вот он пришел в школу, в первый класс, пришел к нам, посмотрел и начал активно работать в этом направлении. Сейчас мы даже придумываем задание. У нас праздник намечается 24 июня. Мы будем проводить вот этот фестиваль биокибернетики и робототехники, на котором дети будут показывать свои достижения. И одно из заданий, например, придумать корпус для флешки, оригинальной конструкции. Пожалуйста. Чем не инновационность, чем не поле для творческой деятельности вот этих маленьких наших изобретателей, наших творцов. То же самое вот по дизайну. Ну да, собственно. Мурат может рассказать, какие у них там задания. Можно же и на 3D принтере напечатать такой. Именно так и делаем. Собственно, да. Именно начиная с 3D-моделирования мы и готовим наш дальнейший объект для печати. Хотя возможности 3D-моделирования этим, конечно, не ограничиваются. И вот, как было оговорено, вот это задание создания корпуса флешки, 24-го числа у нас будет закрытие летнего лагеря. И у нас будет проводиться уже оговоренный конкурс. И одним из заданий будет именно создание вот этой флешки среди детей. И он будет оцениваться по 3-м критериям. Это инновационность, это минималистичность и функциональность. Основные принципы промышленного дизайна. А там какой подход вы к этому найдете, совершенно только на ваше личное усмотрение, правильно? Фантазировать можно бесконечно. Скажите, пожалуйста, как подбирали преподавательский состав в школе? Я смотрю очень разные возрастные категории, да. Это есть и студенты, есть и взрослые люди. Женщины у вас есть? Да. Есть. Отлично. Прекрасно. Это лишнее доказательство того, что... По повышенной коммене. И в этой сфере... Дискриминации не вводим. Женщины, да. Никакой дискриминации. Да, здесь скорее вопрос динамичности развития этих профессий. Вот это, может быть, прозвучит так как-то парадоксально, но профессии так активно развиваются, особенно в нашей технологической сфере, что ожидать здесь умудренных опыта мужей, ну, наверное, сложно. Потому что я едва успеваю за моими юными коллегами, потому что, ну, вот, каждый год нужно что-то новое, какую-то технологию. То вот мы сейчас осваиваем новую технологию Wi-Fi, управление роботом по Wi-Fi. То есть первый год я осваивал управление по ИК, ну, то есть инфракрасной лучи. В следующий год я вынужден был осваивать Bluetooth. В следующий год уже осваиваем Wi-Fi. То есть не даются возможности посидеть, подумать, помедитировать. Некогда. К сожалению или к счастью, может быть, эта тенденция, она определяет педагогический коллектив, педагогический состав. Ну, если, допустим, английский, технический английский язык у нас ведет именитый специалист с инженерным и гуманитарным образованием, дает новую, так сказать, идею, новую модель грамматики и английского языка, то программирование у нас ведет старшеклассник. Просто потому что новые языки, программирование, они появляются практически вот. И дети, как неправдоксально, может быть, это прозвучит, они быстрее, они качественнее схватывают, вот что называется, на лету, и предлагают качественные модели. Ну, плюс мы сторонники Вальдорфской школы. Это старая немецкая система, но она показала свою жизнеспособность. В чем она заключается? Младший учится у старшего. Старший учится у старшего? Методом взаимополения. Старшего, более старшего, и так по нарастающего. А самый старший подходит и советуется с наставником. Я предлагаю сейчас уйти на небольшую рекламную паузу и вернемся в студию нашего прямого эфира. Продолжаем прямой эфир. Мы остановились на преподавательском составе. Вот скажите, насколько сложно вообще, в принципе, искать специалистов, которые бы мало того, что владели предметом, да, сферой деятельности, но еще и занимались с детьми. Да, это архи-сложное. Это ключевая, на самом деле, сейчас проблема. И ее решение нам видится только в одном. Это в поиске родителей среди наших. Вот у нас так появились практически все педагоги. Они приводили сначала своих детей, потом смотрели, слушали, говорили, а у меня вот еще есть это направление. Так у нас появилось вот это, то, что называется рукоделие. Так у нас появился английский язык технический. Педагоги от рождения, они как родители уже себя, так сказать, попробовали, как педагоги. И, соответственно, у них есть за плечами какой-то багаж. Ну, безусловно, у каждой из которых, я сказал, родители, есть педагогическое образование. У меня, правда, педагогическая психология, но кандидатская, так сказать, уровень. Поэтому тематика развивающаяся среда позволяет. Ну, почему мы привлекаем студентов? Потому что это молодые, энергичные, и они могут дать вот эту динамику. И детям с детьми, они разговаривают на их языке. Это очень важно, уметь говорить с детьми на их языке. Вот почему я упомянул уже вальдорфскую школу. То есть дети старшие показывают, они работают, каждый у нас взрослый, у нас несколько уровней, вот с третьего уровня, уровень специализации, который, одно из направлений, которое курирует Мурат. Они уже работают над проектами. Проект, ну что так, в двух словах, это разработка некой модели. У нас все проекты, они мета-предметные. То есть это не только чистая робототехника. Это обязательный элемент и дизайна, и конструирование, и биокибернетическая как бы составляющая. Соответственно, каждый проект, он в себе сосредотачивает. Множество знаний, множество направлений. И, соответственно, коллеги, все, педагогический, так сказать, коллектив работает совместно. То есть мы не отгоражимся. Вот пришел к нам Мурат и говорит, я хотел бы давать детям рисунок художественный. Я говорю, окей, замечательно. Давай немножко только подправим, вот повернем в сторону технической эстетики и промышленного дизайна. Мы нашли общий язык, и он ведет теперь этот курс. То же самое было и с английским. Он пришел и сказал, я придумал новую модель грамматики, кубическую модель. Я говорю, а я в свое время придумал психологию, защитил на этом диссертацию. Он говорит, окей. Я говорю, давайте повернем вашу грамматику в сторону технического. Каждый проект у нас на сегодняшний день, он патентоспособен. То есть мы его выводим на уровень патентования. И, соответственно, чтобы патент получился достойный, чтобы нам немцы потом написали. Нужно разработать грамматный проект. Что для этого требуется? Ну, работа с языком. Значит, европейцы пишут еще хуже, чем русские. У них 300 страниц воды и одно ключевое предложение, которое содержит суть. Чтобы эту строчку найти, нужно знать, как ее искать. И вот наш новый педагог нам в этом помогает. Как найти идеи и как реализацию проекта. Понятно и очевидно, что за новыми технологиями стоит наше будущее. Мы вот, как вы уже сказали, и становится совершенно очевидно, что семимильными шагами мы туда шагаем. Благодаря вам в том числе. Но у меня такой вопрос. Насколько тесно связаны понятия того, что вы преподаете, вообще в каком направлении развивается школа с развитием экономики? Ну, вот здесь, опять же, очень хорошо, что присутствует Мурат. Он победитель. Сейчас он расскажет, чего там, где он победил. То есть именно разработал проект, грант получил. И на эти, так сказать. И сейчас они работают с нашим вторым помощником, с Георгием над проектами. Ну, подробнее, я думаю, он все равно. То есть это прямая взаимосвязь с развитием экономического, экономической составляющей. Ну, я начну свой рассказ немного, так сказать, издалека. С того момента, когда я еще пришел в ЦМИТ больше года назад. Изначально я тоже был его воспитанником, учеником, изучал 3D-моделирование. Но по мере уже прохождения вот этого развития уже появились идеи своих собственных проектов. И в том числе тесно связаны и с моим направлением, с архитектурной средой и городской средой. С урбанистикой. И даже тут у нас появились общие темы между детьми с разных направлений. Есть темы, которые мы можем совместить в одном проекте. И вот проект, который мы уже продвигали. Один из них – это реконструкция сквера имени Анжевского в Пятигорске. Мы разрабатывали его проект не только его дизайнерскую часть, но и электронную его начинку, технологические решения. То есть это был такой современный технологический парк с насыщенной средой умного города. И здесь-то мы работали и использовали некоторые другие идеи проектов того же Георгиас. Он помогал нам по электронике и конструированию. Этот проект мы уже представили полтора месяца назад министру строительства и ЖКХ Российской Федерации, когда он был на встрече с волонтерами здесь же, в Ставрополе. Другие проекты, которые мы сейчас разрабатываем, они связаны с туристическим кластером. Но даже там вот есть вот это общее переплетение между и дизайном, и конструированием, и технологиями. А все это привлекает, еще раз можно подытожить, это привлекает туристов в наш регион. Соответственно, развивает… Это одно из направлений. И финансирование нашего региона. Верно? Да. Да. Несколько национальных проектов, в которые мы вписываемся. Ну вот на сегодняшний день мы активно взаимодействуем с Козак Еленой Михайловной. Она проводила последнее, так сказать, совещание, организационное собрание, где кандидатура Мурата была рекомендована как регионального руководителя этой ассоциации волонтерской. В национальном проекте урбанистики, вот эта городская среда, ее экологическая составляющая, которую мы также курируем и которому у нас есть что предложить. То есть вот каждый проект, как я уже сказал, это мета-проект. Он включает в себя в том числе экологические составляющие. Даже наш конструктор, он предполагается изготовлению вот этих элементов из пластика переработанного. Что существенно в принципе в будущем может упрощать затраты на производство более дорогостоящих деталей. И экологию дает. И экологию дает. Другой проект, например, это «Солнечная жалюзи», мы его продвигаем. Идея, ну, традиционная вот эта попытка заменить, которую Европа уже предпринимает, заменить энергетику ядерную на энергетику альтернативную. Мы посмотрели, подошли к этой проблеме с несколько иной стороны. Мы решили, что не нужно глобально. Мыслим глобально, но действуем локально. Мы придумали, что на окно вешается эта «Солнечная жалюзи» и энергетику комфорта. То, что мы создаем комфортную среду в семье, мы можем сделать это в наших силах. А это один из проектов, который мы также готовим к патентованию. Если подытоживать наш с вами диалог, то лишний раз убедились мы сегодня в том, что подобные, я не побоюсь этого слова, все-таки учебные заведения, за ними наше будущее. Если в них еще добавить разные языки программирования, если добавить в них какие-то определенно привычные нам уроки, занятия, русский язык, математику и так далее, то получится полноценная школа будущего. Мы уже на пороге, я так предполагаю, этого стоим. За этим действительно все, я думаю. И дети уже идут в правильном направлении. Плюс ко всему и ваши проекты, это только лишь улучшение жизни в нашем крае и приток и туристов, и улучшение экономической составляющей нашего региона. Это прекрасно. Спасибо вам за то, что вы этим занимаетесь. Я надеюсь, что в вашей школе будет еще больше детей. И после летнего перерыва вы продолжите свою работу, и этот проект будет существовать еще очень-очень долго. Спасибо вам за то, что вы к нам сегодня пришли. И я надеюсь, что вы к нам придете еще раз. С удовольствием. Спасибо. Ну что ж, на этом у нас все. Мы заканчиваем прямой эфир. Прощаемся с вами. Оставайтесь на своем. Совсем скоро в эфире своего ТВ. Главный выпуск информационный с программы «День». Мы расскажем о самых последних новостях нашего региона.